Итак, природа, это очень важно, пожалуйста. Важное отношение к людям. И дальше Бог, уже Господь. Господа постичь тяжелее всего, очень тяжело. Он нам себя дает с самого начала. Вот ваша культура, в которой вы живете, она не зря возникла. Мусульманская культура. Не зря возникла в вашей жизни. Вы родились в ней, эти отношения. Уважение к старшему. И так далее. Это Бог. Стучится в вашу дверь. Через культуру, в которой вы родились. Не меняйте веру. Вы слышали лекцию Легенача, понравились веды. Не меняйте веру. Может понравится все, что угодно. Как много девушек, хороших. Как много ласковых имен. Но лишь одна меня тревожит. Одна меня тревожит. Не надо, чтобы все тревожили. Когда человек через культуру начинает ведить отношения между людьми. Уважение друг к другу. Уважение. Мне вчера один мужчина, пожилой такой идет. Олег Геннадьевич. Он захотел мне подарить одну вещь. Он подарил мне шапочку, которая означает уважение. Это означает, что Бог живет в этой вере. Когда люди видят культуру, чистоту, отношения. Это все Бог. Мы не знаем об этом ничего. Потом человек погружается дальше. Он видит культуру. Ему нравится такие отношения, как среди людей в моей вере. Ему нравится. Значит, он верит в Бога уже. Ему нравится вот такая среда, культура. Это вера в Бога. Потом дальше будет глубже. Но глумеда может прийти только через личность. Через человека. Когда вы увидите человека в своей вере, в своей культуре, который по-настоящему верит в Бога, это очень большая редкость. Именно по-настоящему. Очень большая редкость. Вы поверите в Бога. В своей вере, в своей культуре. Ничего не надо мне. Если у вас нет веры, говорите, я что-то не вижу здесь веры. Смотрите лучше, внимательнее. Бывает, что человек живет в одной культуре, у него другая вера. Допустим, я живу в православной культуре, в России, у меня другая вера. Это не значит, что я не уважаю эту культуру. Не значит. Я люблю. Ну, бывает, что другая вера. Человек живет в этой культуре, а вера в другую. Бывает так. Меня так Бог повел, дал мне эту веру. Но если человек не видит чистоту, не чувствует веру, жизнь не может быть глубокой. Не может быть. Я не так давно был потрясен одним открытием. Я с детства вижу один и тот же сон. Ну, то есть не с детства, где-то с юности. Один и тот же сон. И в этом во сне я вижу свою жизнь. События со мной происходят, я их переживаю. Но недавно, буквально, может быть, полгода назад, я вдруг неожиданно во сне, вот опять же этот сон вижу, начал анализировать. А когда со мной это все происходило? Когда? Я начал хронологически вспоминать свою эту жизнь и увидел, что этих событий в моей жизни не было. Я очень удивился и начал сматриваться в этот сон. А он шел тем временем перед моими глазами. Этот сон шел. Я увидел, что здания другие, старые, люди по-другому одеты, все другое. Я понял, что это моя прошлая жизнь. Бог мне показал кусочек, а потом я дальше постепенно начал смотреть дальше, дальше, дальше и увидел детали. Увидел мою прошлую жизнь. Потом я начал, я Господь, я очень обрадовался, удивился и в сердце, во сне прямо Господа спросил, а покажи мне до этого, что за жизни. И он не стал мне в деталях покаживать, он эмоционально, как волны такие, одна жизнь, вторая, третья. И смотрю, все похоже, одно и то же пример. Я говорю, да все похоже, зачем это тогда надо? И ответ такой в сердце я не ожидал, в сердце ответ такой я получил. Ты видишь, что ты к этой прошлому не так сильно как бы относишься, как к настоящему. Тебе кажется, что это как бы все уже не серьезно. Даже в этой жизни, да, прошлое вспоминаешь как-то, ну, ерунда какая, да? Мы не сильно переживаем, да? Но это же наша жизнь. Прошлая жизнь мы тоже не переживаем, мы только за настоящее переживаем, правда? И я спросил, а что я не переживаю-то? Что мне вот как-то так вот? Ну, было и было. Вот это вот было со мной все. Неужели для меня это не важно, то, что все это было? И ответ, знаете, какой в сердце получил? Меня аж дрожь пробила. Ответ такой, ну, не так важно. Не так важно, что с нами здесь сейчас происходит. Не так важно, оказывается. И тогда я сразу говорил, что важно, что важно. И я услышал такую теплоту, почувствовал теплоту, такую чистоту. И такой в сердце далекий-далекий ответ. А важно, что ты за эту жизнь хотя бы чуть-чуть ко мне стал ближе. Хотя бы чуть-чуть, мои хорошие. Вот что, оказывается, важно. И все в нашей жизни только для этого устраивается. Если вы чувствуете себя плохо, жить невозможно. Знайте, что это все устроено только для того, чтобы вы хотя бы чуть-чуть приблизились к Нему. Через страдания человек приближается к Богу, когда он начинает. Или природой дышать, когда ему плохо. Или людьми. Или храмом. Но если он ничем дышать не хочет, значит, он точно загнется. Ему будет плохо опять в следующей жизни, пока он не поймет, что надо бежать туда, где есть Бог. Понимаете? Бог есть в природе. Его к ее красоте. Бог есть в людях. Их в чистоте. И Бог есть в волна алтаре. Бог в природе дает здоровье. Бог в людях дает социальную силу. Бог на алтаре дает победу над судьбой. Человек становится победителем в своей жизни. Если он сможет через святость, через святых людей перенять эту силу, тогда стресс заканчивается. Невозможно стрессу существовать, когда хотя бы один из трех этих источников Бога коснулся человека. Стресс кончается. Поэтому есть люди такие простые. Они через природу в Бога верят. Они верят в Солнце, поклоняются Солнцу, верят в Адеву. Там мать Маржиха. Поклоняются матери Маржихе, там еще кому-то. Они на самом деле Богу поклоняются. Но неправильно. Лучше этого не делать. Некоторые люди Бога в людях видят. Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Утро моих глаз. Представляете? То есть человек смотрит, насмотреться не может. Он Бога видит в человеке. Бог показывает ему самое чистое и светлое в близком человеке. И уже сливаются в дорогу наши две тропы. Будет дней, хороших очень много у моей судьбы. То есть он уже будущее этот человек видит. Представляете? Он уже видит, что сливаются в дорогу. Просто вот он первая любовь почувствовал. Это божественная энергия. Через человека Бог действует. Несомненно. Он дает огромное счастье. Бог именно, а не человек. Поднимите руку, кто меня во сне видел, я вам подсказывал, как правильно жить. Вот так обрадовался. Я ничего не помню. Это был не я. Два раза был не я. Кто? Господь был. Сам Бог. Он в виде старшего приходит для того, чтобы вам дать знания. Вы не знаете об этом, но это чистая правда. Я его даже несколько раз поймал. У меня был такой случай. Вот Максим здесь есть, мой помощник. Я иногда поем, после еды ложусь отдыхать, потому что первые половины дня очень интенсивно. Много работы. Отдыхаю. И Максиму говорю, «Максим, разбуди меня, пожалуйста». А он говорит, «Я разбужу». И не разбудил. Вернее, я слышу, «Олег Геннадьевич, пора вставать». Я такой встаю, говорю, «Максим, спасибо тебе». А он говорит, «А я забыл». Я тогда сел. Первое впечатление очень важное. Сразу после сна я сел, сразу начал вспоминать голос, который мне сказал, «Олег Геннадьевич». Максим бы так сказать не мог. Никогда. Тот голос был такой уважительный. «Алег Геннадьевич». Никогда мне никто так не говорил. С таким уважением, понимаете, я обалдел просто. Господь так уважает. Это отец всех живых существ. Он видел, даже помнит меня, как я был тараканом в прошлой жизни. Понимаете? Не знаю, там, может, не тараканом. Я просто так предполагаю. Мы же даже всеми были, кем можно. И он так уважительный. Это сам Господь будет нас. Понимаете? Когда вы говорите рано утром, я встану в пять утра. И раз, чувствую, пора вставать. Вы сами себе сказали. Или, допустим, «Я так не могу больше жить!» Никого нет вокруг. Кому сказала? Легче стало сразу. Раз. «Я не могу так». Легче стало. Кому сказала? Подумай. Это все Господь. Он живет рядом с нами. Нам помогает жизнь. Очень сложно это понять. Но когда человек это понимает, стресс, «До свидания». Ваше чувство, что жить больше не могу. Вот женщина, то, что руки поднимали. Все проходит, это чувство проходит. Я вам точно говорю. «До свидания». «До свидания».